Территория для проведения краеведческого конкурса приличная. Часть лунопарка и площадь искусств. На этой площадке собралось несколько сотен школьников с 1 по 3 класса, всего около 60 команд. Многие ребята принимают участие в конкурсе впервые и, конечно, подготовиться к нему юным любителям наук помогали родители. Было очень интересно готовиться. Я честно признаю, что я сама много нового узнала. Это командная работа. Мне кажется, здорово сплотить коллектив сразу же, тут же. Каждый обязан за какую-то сферу знаний. Нам все очень нравится. Еще здорово было бы занять какое-то место, наверное, чтобы ребятам было еще более ощутимо, что они вот такие молодцы. Они подготовились и они заслужили. Конечно, любой результат хорош, считают и родители, и руководители команд. Педагог 22-го лицея Татьяна Ковалева принимает участие в конкурсе уже в десятый раз. Были разные итоги и победы, и средние показатели, но главное – это участие. Ведь такое мероприятие приносит только пользу школьникам. Дети запоминают информацию не в сложной форме, не заучивают знания по книгам. А вы можете видеть, что используются разные методы и формы работы, которые способствуют лучшему своению знаний. И наши дети, как юные сочинцы, они могут теперь рассказать не только о нашем городе Сочи, но и о том, что у нас есть замечательное Черное море, и сколько стран окружает Черное море, какие животные живут в Черном море и растения. В игровой форме участники конкурса выполняют творческие задания, отвечают на вопросы по таким предметам, как куба одноведения, история, география, биология. Один ответ – один балл. Подсказки не приветствуются. У них очень большой интерес это вызывает, с большим азартом они всегда участвуют. И каждый год у нас очень много участников. Подсказки, телефоны, шпаргамки – с этим очень строго. Конечно, у нас всегда выявляются нарушители, но мы им аннулируем все их результаты, поэтому с этим очень строго мы следим. Команды, давшие наибольшее количество правильных ответов, получают дипломы и приятные подарки. Завтра в конкурсе примут участие ученики средней школы – около 70 команд, а после организаторы подведут итоги конкурса. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.